У вас уже справа? Верночный лицеприсправ. Можно было по-русски, не привычнее. Можно было украински. В отношении того, что говорила Антония Евгеньевна, я хочу пополнить свою сущность. Передо мной прошу журналистов снять. Это ответ заместителя министра юстиции. Я потом оставлю документы, кому необходимо надо будет перфотографировать и платить анксерти. Ответ министра юстиции. Россия по делу плоги против России. Мы тут все детально носили. Примерно такой же ответ Ильин Шерков. Плюс какой? По этим ребятам, европейским судам, по праву человека будут предоставлены приоритеты. Приоритеты это очень важный вопрос. Рядышком у меня заявление для ответа съела суда Евгеньевна против Украины. Это заявление их объединили вместе. Мать подавала интересы к сыну, когда он был пленок. Когда сын вышел, сын подал. Им приоритет они предоставили. По плогеру, по грузу, сегментария им предоставлены приоритеты. Это очень существенно. Это говорит о том, что решение будет в лечении года или меньше. Значит будут какие-то результаты. Плюс, когда человек находится в прямом, мы просим согласно статье 39 конвенции принять меры экстренного реагирования. При этом мы просим сразу же, чтобы были приняты меры экстренного реагирования. По главному развитию управления Минштаба вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. И специфика такая, что когда заявления подали в Министерство обороны Российской Федерации, они напрямую связываются с Министерством обороны России. Поскольку по нашим данным, сколько мы общались с нашими ребятами, которые были в пленок и даже не были, имели контакты с протестом, они говорили, что в Кубанске все решает Россия. Я думаю, в Донецке то же самое. Какие в МНР и ДНР, это никакой силы не имеет. И поэтому первое распоряжение имеет, скажем, с Москвы конкретную силу для тех, кто находится в Донецке или в Луганске в отношении, скажем, отпустить каких-то людей, либо менять какие-то действия. Из тех людей, в отношении которых мы подавали на Евросуд, и они наперед подачи находились в плену, у нас остается неотпущен буквально один человек. Даже два. Один в Луганской области, один в Донецкой. Ну, скажем, имеет это смысл, или нет, я рекомендую всем, у кого неотпущены в Луганске, обращаться. Не стесняйтесь, обращайтесь, это еще не все. Сейчас устро стоит вопрос по 79-й и 72-й приватных. Стоит он следующее, на что стоит обратить внимание, я прошу их матерей, прошу их жен обратиться к нам, встретиться надо, делать с рекой надо, киев встретимся. По одной причине, потому что обстрелуются с территории Российской Федерации. Они это видели, они это могут подпредить, можно снимать на мобильный телефон. И по этому поводу, конкретно, от каждого, того, кто там, подавать заявление в Евросуд. Смысл есть. Если бы они переранят против, могут подавать их в родственники. Я допомню, вы против Российской Федерации? 16. Потому что Россия должна отвечать за то, что происходит. Я сейчас хочу прокомментировать вот этот ответ, Министерство юстиции, он на английском языке. Тут они четко указывают, что мы не под его обратились, в связи с тем, что нет российских поиск на территории и контроля. Поэтому наше заявление не подвержено доказательствам, это в отношении блогера, на котором наслажденного не было, куча повреждений, которое подтверждено. И что нет доказательств о том, что это, скажем, они или под контролем причинение его вред, и заявление является провокационным, по мнению России, по сравнению на кури. Тем не менее, есть информация, которая постоянно подтверждается, средства информации на широко выкладывается, как постоянно идет поставка боевиков со стороны России. И ДНР, и ЛНР пользуются постоянной материально-технической поддержкой со стороны Российской Федерации. Поэтому здесь ответственность Российской Федерации должна быть обязательной. То есть мы рассчитываем, что именно против Российской Федерации эти иски должны быть реализованы. Это будет иметь очень важное не только правое, но и политическое значение для защиты интересов Украины от агрессии России. Мы еще пытались нас обидеть в своем отбите, и их очень обидело, что мы как бы неуважительно выразились в его адрес. Вы же как бы отметили. Я думал, что такая позиция России неуважительно, просто я написал, когда они пишут, что, скажем, мы не имеем отношения к тому, что происходит. Я пишу, ну, пускай когда с вами будет то же самое, что был Асанин, Камерис, Глогерам непосредственно с этим мистером Георгием Мадюшкиным. Я думаю, это альбом может быть как бы зацепило, естественно, такое будет. И попытки описывать всем на реальной попытке, которую вы вроде пережили, и я бы не пожелал никому. Вот Мадюшкина я пожелал такое пережить. Может быть, он обидится. А теперь давайте почувствуем власти.